Простая, очень мощная методика энергетической защиты вашего дома или офиса. Предыдущие трансляции мы проводили на темы разных энергетических воздействий. Энергетических, магических, кто как хочет называет, кто кому как нравится. Однако это есть, это существует так или иначе. Мы в этом живем. Энергетика, она потом проявляется, то что в энергетическом плане, потом проявляется на физическом. И, соответственно, мы говорили о порчах, о приворотах, о разных таких не очень хороших, скажем так, вещах. И, соответственно, поступили вопросы, поступили вопросы относительно защиты помещения. И я решил вам сегодня рассказать очень такая простая практика, очень легкая практика, доступная каждому практически. Вы можете это сделать. Меня этому обучили, когда мне было еще лет 15. И я тогда обучался при ассоциации парапсихологии УССР. И тогда уже этим воспользовался. И это работает, и работает просто поразительно. Я тогда поражался, как наблюдал, как это происходит. То есть приходит к вам человек, приходит к вам человек, и он не может переступить порог вашего дома, если у него что-то там, ну, что-то не совсем гармоничное, скажем так. Он либо оставляет это на пороге, и оно уходит в землю, либо он потом забирает, когда уходит обратно. Вот так это работает. И, соответственно, он подходит к вашему дому, и он либо это оставляет, либо он не может переступить через порог. Вот как это работает. То есть, и когда вы наблюдаете такую картину, пришел к вам человек, топчется на пороге, не может переступить, и вдруг говорит, ой, я там вспомнил или вспомнил, а у меня срочное дело, я там, срочно нужно мне там куда-то съездить, или куда-то там что-то сделать, или там, как говорится, утюг дома забыло выключить, да. Вот как-то так. Вот так это работает. Либо говорит, ой, а зачем я пришел? Я чуть не могу вспомнить, шел, 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 вроде бы для чего-то шел, а тут не могу вспомнить, да. То есть, вот так это работает. Итак, соответственно, если вы готовы, можете себе записывать, хотя, в принципе, тут не очень-то и есть, что записывать. Значит, все очень просто, очень легко. Однако, можете взять себе все-таки листочек бумажки или блокнотик, где-то себе потом это записать, либо же мне написать, и я могу вам прислать потом запись большого, большого видео, где это объясняется там со схемами, с рисунками, с текстом и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, так сразу себе запомните. Кто хочет более подробно, напишите мне, и я вам отправлю. Итак, все очень просто. Вы берете иглы, простые швейные иглы, да, это либо 3, какое-то нечетное количество, либо 1, 3, 5, 7, ну, нечетное количество. Берете иглы, и эти иглы вы должны закалить на огне, то есть, сила огня должна войти в эти иглы. Сила огня должна войти в эти иглы, и во время того, как, соответственно, вы вносите силу огня в иглы, в металл, да, вы задаете программу, для чего вы, соответственно, вот это делаете. И здесь желательно аккуратно к этому относиться, да, то есть, не должно быть таких формулировок, чтобы в мой дом никто не зашел, потому что были прецеденты. Реально это, конечно, смешно потом слышать, смешно об этом рассказывать, однако совсем не смешно все-таки. Вот был, например, такой прецедент. Рассказывает женщина, говорит, сделала себе защиту, сижу дома, так все классно, так шикарно, никто не беспокоит, никто не приходит, однако, говорит, я жду курьера. Я жду курьера, что-то он там должен был привезти, принести, какие-то документы или что там. Жду, 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 нету, нету, нету. Говорит, как почувствовала прям. Вышла, значит, с этим, с кружкой кофе, подошла к окну, стою, говорит, пью кофе, и смотрю, значит, через окно, смотрю, значит, подход к подъезду как раз, вот. И я вижу, о, курьер идет, входит, я, говорит, пью кофе, он вошел, и такое впечатление, что просто потоптался там в подъезде, или что там произошло у него там, непонятно, и тут же обратно он назад выходит. А говорит, я понимаю, что это мой курьер, все, он должен был зайти ко мне. И говорит, ну, хорошо, что я увидела. Я открыла окно, его окликнула, и таким образом, соответственно, его все-таки не отпустила, да. Вот. То есть здесь нужно быть очень все-таки внимательным и к формулировкам. Ну, вот эта внимательность к формулировкам, она, соответственно, переносится на все в нашей жизни. Потому что вот это очень важная такая тема, где-то она очень широкая на самом деле. И какие-то аспекты мы уже обсуждали, да. Когда, что мы говорим, как мы говорим, да. Ну, например, вот я это называю запрещенные фразы. Например, нельзя говорить, нету денег. Даже если у вас на данный момент вот действительно в кошельке ноль, да. Даже если вы вот не можете действительно купить того, чего хотите, а вот, ну, просто не хватает, да. Нельзя говорить, нету денег. Нужно это сформулировать как-то по-другому. Нету денег, нету времени, нельзя говорить ни в коем случае. Потому что это, соответственно, вот оно заседает, как программа в голове. И потом оно начинает реализовываться в жизни, понимаете. Потом, опять же, там, например, там отдельная тема у нас такая была про благодарность, да. И вот очень многие люди сетуют на то, что к ним неблагодарны, что им не хотят платить, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, что им не хватает денег, там, и все такое, да. И, опять же, понаблюдайте за собой. Понаблюдайте, когда вы что-то делаете для людей. Они говорят, спасибо, спасибо или благодарю. Соответственно, в ответ очень часто можно услышать, не за что. Как это не за что? Если вы говорите не за что, этим самым вы обесцениваете то, что вы сделали для человека. И не важно, что это такое. Вы ему принесли стакан воды, кружку кофе или, там, я не знаю, помогли дом построить, да. Вот не важно, что вы сделали. Даже если это какая-то, действительно, вроде мелочь для вас, да. Все равно, если человек благодарит, значит, это важно. Значит, он действительно оценил то, что вы сделали. И если вы говорите, да, не стоит благодарности, да, или, там, как это еще говорят, вот. Это сразу обесценивает то, что вы сделали. Это с одной стороны, во-первых. Во-вторых, этим самым вы фактически запрещаете человеку направлять к вам энергию благодарности. Вы не разрешаете благодарить вас. То есть, мало того, что вы не получаете этой энергии благодарности, так вы еще человеку перекрываете, потому что он получил, а отблагодарить не может. А если он не отблагодарил, то фактически вы ему перекрываете путь дальше, путь продвижения, понимаете. Вот, это, на самом деле, очень серьезные, очень серьезные вот вещи. Да, к иглам возвращаемся. Итак, это к вопросу о том, что нужно внимательно думать, что вы говорите, понимаете. Вот, как вы формулируете. Это относится ко всему. И очень важно это, конечно, когда идет речь о каких-то магических ритуалах, о каких-то энергетических процедурах и так далее. Итак, вы берете иглы. Можно это сделать по-разному. Можно положить иглы в сковороду. И вспомнил анекдот, сейчас расскажу. Положить в сковороду и в сковороде их прямо вот на газовой комфорке, их, ну, прожарить, скажем так, да. Вот. Главное, чтобы не было, как в том анекдоте, когда жена приставала к мужу и говорит, что ты все карниз не можешь мне повесить. И он, в конце концов, не выдержал, значит, вот и придумал. Говорит, ну, ты понимаешь, там нужны такие каленые специальные гвозди, чтобы я забил этот карниз, там, значит, в стену. И говорит, вот нужно взять гвозди и пожарить их в этом подсолнечном масле. Ну, жена послушала, послушала, ну, надо так, надо, пошла гвозди на сковородку, высыпала маслом, залила и давай жарите. А он быстренько телефон набирает, телефон говорит, приезжайте, моя жена с ума сошла, она мне гвозди жарит на ужин. Ну, ладно, это так вспомнилось как-то. Итак, прожарить, на самом деле, прокалить эти вот иглы можно по-разному. То есть, если вы их прокаливаете на газовой комфорке, это можно сделать на сковороде, или можно просто взять плоскогубцы, например, или щипцы какие-то, или пинцет, и просто подержать над огнем. Это мне больше нравится, потому что, когда вы держите пинцетом или плоскогубцами эти иглы над огнем, вы действительно видите, как они вбирают в себя огонь, как они прожариваются, они становятся красными. Вот так вот. Благодарю вас, Ольга. Итак, соответственно, вы их прожариваете. В этот момент, когда вы их прожариваете, вы вносите туда программу. То есть, самое главное, это ваше желание, ваше намерение. Что вы хотите сделать, да? То есть, я хочу, чтобы эти иглы защищали меня от... И тут, соответственно, уже формулируете, еще раз говорю, нужно, чем можно точнее формулировать, чем можно так детальнее, аккуратнее. Вот, то есть, например, если это офис, да, то можно прямо так и говорить, я хочу, чтобы эти иглы защищали меня от налоговой инспекции, от каких-то служб и так далее, и так далее, и так далее. В мой офис эти люди никогда не заходили. Вот, однажды по ошибке постучались в двери. Однако, как только дверь открылась, она сразу сказала, я так понимаю, что я не туда попала. Вот, и она не могла переступить через порог, пока я три раза вот не сказал, она же не сказала, кто она, да? Вот, я думаю, что это она еще не зашла ко мне в офис, а уже, значит, решила, что не туда попала, да? Вот, и, соответственно, говорю, ну, зайдите, скажите, что вам нужно в таком духе, да? Так вот, пока я три раза ей не разрешил, пока я три раза ее не пригласил зайти, она просто не могла переступить через порог. Вот, соответственно, формулируем, от чего вы хотите уберечься, да? Ну, в первую очередь, это от злого глаза, от злой мысли, от злого чувства, от какого там, от злого задума, от злых желаний, от злых помыслов, злых помышлений, злых убеждений, злых побуждений, злых, чего там может еще быть, каких-то пожеланий там и так далее, да? Вот, вот таким образом. И дальше что? Вот вы это формулируете, вносите в иглу, да? Вот. Ну, обычно говорится, что мы здесь произносим какие-то молитвы. Собственно говоря, вы можете произнести любую молитву, которая вот для вас является действительно молитвой силы, да? Которая для вас вот именно вот воплощение силы, какой бы вы там не принадлежали религии там и так далее, да? Вот, то есть, если вы мусульмане, там читаете мусульманскую молитву, если вы христиане, читаете христианскую молитву, буддисты, буддийскую, да? Вот это совсем не важно на самом деле. Бог на самом деле, он действительно един в мире, оно единое и целое, единое и целое организм, и оно все равно работает. Вот. Если же вас интересует действительно, вот как это традиционно славянский, вот заговор, который читается вот над этими иглами, и традиционные молитвы, которые конкретно открывают вот эти порталы силы, перед тем, как вы жарите иглы, то еще раз говорю, напишите мне, ну, в личное сообщение лучше всего, да? Напишите меня, и я вам просто вышлю либо текстовкой, либо видео, потому что было у нас такое видео, там, там, я конкретно там слайдами давал, там, все с объяснениями, все это, вот так вот. Вот. Однако, так или иначе, еще раз говорю, этот ритуал работает в любом случае. Вот, вот, говорю вам как есть, да? То есть, когда вот меня обучали там в 15 лет, когда мне было, да, то, собственно говоря, я их заговаривал вот именно намерением, просто желанием, без всяких молитв, без всяких заговоров, без ничего, понимаете? Вот. Потом меня уже обучили молитвами, заговорами и все прочее. Вот. Так что, и работало просто безотказно, просто потрясно. Итак, прокаливаете эти иглы, и тогда нужно их вставить вниз острием, вниз острием, понимаете? Так, чтобы они, ну, как бы заземление идет. То есть, снимается негатив с человека, с человека снимается негатив, и он уходит в землю. Ну, или уходит в землю, или потом человек, когда уходит, он может забрать это за собой. Это уже как, как, как он решит, скажем так, да, решение такое за ним. Вот. Итак, соответственно, вы имеете двери, да, неважно, это входные, вы можете сделать это на входных дверях, вы можете сделать у себя на воротах, вы можете сделать у себя в каждой комнате, скажем так, или конкретно в кабинете. То есть, это уже вам решать, где там ставить, как вам лучше, да, можете несколько ставить там входные двери, двери в комнату, смотря где вы живете, как вы живете, да, вот. Итак, соответственно, вот есть коробка, да, хотя, собственно говоря, если мы говорим про ворота, коробки может вообще не быть, да, это может быть просто вот черта, черта, которая, вот вы понимаете, что это черта, ну, то есть, даже, даже может не быть и самого забора, и может не быть даже самих ворот, да, однако, вот вы понимаете, что здесь вход, здесь начало вашего пространства, поэтому, совсем не обязательно, чтобы там были какие-то ворота, или так далее, вот вообще не важно, просто вы понимаете, вот здесь начало моего пространства, вот здесь эта линия, И тогда просто втыкаете вот острием вниз, да. Если это есть там во что воткнуть, да, то есть в варианте с дверьми, то, соответственно, вы втыкаете в порог. Втыкаете в порог. Ну, я вам скажу так, чтобы было легче, проще, то на самом деле легче взять тоненький гвоздик и сперва сделать дырочку в пороге, да, тоненьким гвоздичком, а потом уже в эту дырочку просто вложить иглу. Потому что если вы иглу будете вот впихать, то понятно, что вы не впихнете. Если возьмете молоток, то просто игла поломается, да, вот. То есть проще всего сделать сперва дырочку, вот, а потом в эту дырочку уже поместить иголочку, вот. Соответственно, иглы помещаются либо просто в порог, еще раз говорю, там, одна, три, пять, вот, вот, как почувствуете, ну, и насколько, соответственно, большие двери там или ворота и так далее, да, вот. Еще можно в притолоку, то есть вот, ну, тот же порог, только сверху, скажем так, да, если кто не понимает, да. Вот, то есть вот коробка, дверная коробка, да, вот, вот вверх, то, что над дверями, да, и, соответственно, можно, можно, вот, соответственно, в порог и в притолоку, да, вы берете вот туда тоже так же. Однако острием, опять же, вниз, то есть вы уже впихаете другой стороной, получается, в дерево, понимаете, вот. Острием вниз тоже можно сделать дырочку, впихнуть и там чем-то залепить, скажем так, да. Да, хотя она, так, если дырочка не шибко большая, то она там будет надежно держаться, да, вот. Вот, соответственно, можно так, вниз три, вверх три, ну, или если большое, там, пять, пять, да, вот, как вам угодно, да. В принципе, слышал еще, хотя сам говорю, вот, ставил, по-моему, только в порог, только три и работало шикарно, мощно, безотказно просто. Причем, знаете как, говорится, что это работает, пока вы помните об этом. Я вам скажу так, ну, поэтому стоит это поддерживать своей ментальной энергией, стоит поддерживать эту систему защиты, скажем так. Однако, я вам скажу так, что вот, вот, по своему опыту, что я уже забывал про эти иглы, забывал, что я это сделал. А потом, когда вот возникала такая ситуация, что кто-то топчется на пороге и не может вспомнить, что и как, да, тут я вспоминал об иглах. Вот, так что, на самом деле, оно, мне кажется, работает, даже если вы про него давным-давно забыли, да. Хотя лучше все-таки поддерживать эту систему своей ментальной энергии, еще раз говорю, да. Вот так вот. Так что у меня это работало, я, по-моему, три и, по-моему, только в пороге, работало мощно и безотказно и долго, да. Вы уже себе решаете, как вы хотите, либо в порог, либо в пороге, в притолоку. Ну, и еще слышал, что делают еще в боковые, вертикальные эти, значит, вот коробку дверную, да, вставляют. То есть, уже таким образом вставляются, да, с двух сторон, вот. Вот, ну, не знаю, это уже получается, я не знаю, это сверхмощно, прям, просто корову, как мощно, потому что я ставил только в порог, или вверх тоже еще доставлял. Ну, как-то так. Бывает, что коробка металлическая, да, металлические двери, металлическая коробка, куда тогда вставлять? Вставьте перед этим металлом, да, вставьте между металлами бетоном, между металлами плиткой, что там у вас стоит, все равно есть какая-то щелочка, можно найти. Потому что были много случаев, когда мы ставили эту защиту на офисы, например, да, ну, все равно смотришь, ну, куда тут засунули. Все равно там, там, полазили-полазили, нашли щелочку, туда засунули, есть, все нормально, все стоит, все работает. Вот так вот. Дать иглам остыть или горячими надо вставлять? Да нет, не стоит так издеваться над собой, потому что если вы будете ставить горячими, то вы обошете руки, да, то есть, ну, иголки очень быстро остывают на самом деле, то есть вы их зарядили, вы их мощь, то есть вообще во время ритуала, во время каких-то вот процедур таких, что, как бы это сказать, что не надо делать, так это спешки, да, спешка хороша только при ловле блок, как говорится, да. Вот, все эти вещи, они делаются спокойно, размеренно, ну, либо если вы чувствуете, вот, вот есть какие-то вещи, что делается с таким, каким-то темпом, ритмом там, ну, это уже другой вариант, это уже как идет, как ощущается, да. Вот, вот, однако не нужно спешить, не нужно пороть горячку, спокойно, аккуратненько делайте все, вот вы прожарили, вот вы внесли туда свою мысль, да, потом подошли к двери, спокойно посмотрели, опять же, там обратились, прочитали молитву, вот, ну и пошло, 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 вот так вот. Вот, вот, вот таким образом, собственно говоря, вот, вот эта техника работает. Что вам еще сказать про защиту? Конечно, практик защиты есть очень много, офиса, ну, жилого помещения, да, вот. Вот, а, вот думаю, что-то хотел еще сказать, потому что был вопрос, собственно говоря, вот меня сегодня спрашивали про домовых, про домовых, что если вы меняете место жительства, что делать с домовыми, да, как это делается? Что такое домовой? Домовой дух, это обычно порождение вашей энергетики. То есть вы постоянно, каждый день о чем-то думаете, да, и вы что-то переживаете, вы что-то чувствуете, что-то ощущаете, да, и, скажем так, вот это, грубо говоря, вот можно так вот, если грубо сказать, то можно сказать, что это комок ваших переживаний, комок ваших мыслей, да, и после какого-то момента он начинает уже жить своей жизнью. И, соответственно, вы можете с ним взаимодействовать, вы можете с ним дружить, общаться, конечно, что, опять же, его характер зависит от вашего характера, да, и от ваших мыслей, то есть, если у вас хорошее устремление, там, на порядок, на чистоту и так далее, то он будет способствовать тому, чтобы в вашем доме действительно поддерживалась и чистота, и порядок, и все, и все, и все, понимаете? Вот, с ним можно очень легко подружиться, очень легко, значит, взаимодействовать, можно ему там какие-то дары оставлять, там, например, молочка чуть-чуть, там, или сладости какие-то, да, вот, ну, обычно люди вспоминают про вот этих духов, когда им что-то нужно, да, вот, ну, что поделать? Если уже, вот, недостаточно внимания, чтобы постоянно помнить, ну, вспомнили, когда нужно, ну, ну, ладно, ну, уже так, как есть, да, вот. Хотел подружиться с дымовым, оставил на ночь на столе конфеты, мед, молоко, а на утро понял, что подружился с тараканами. Тараканы — это, собственно говоря, проявление вот этой такой низменной энергии духовного невежества, духовной, ну, то есть, духовной нечистоты, духовной грязи, вот так скажем. Вот, так что, если вы духовно развиваетесь, если вы чисты в душе, то тараканы с вами просто не уживутся, они к вам не будут заползать, вот так скажем, да, вот. Что бы вы ни делали, как бы вы там, что бы ни оставляли на столе и так далее, вот. И обычно про домового вспоминаем, когда, когда что-то потеряли, колечко где-то, ну, вот, дочь как-то не могла кульчик найти. И говорю, ну, что ж ты так это, домовому вот возьми, поставь на алтарь, там домашний алтарь, поставь на домашний алтарь, там, вот, печенишечку какую-то, конфеточку, и обратись, попроси, и все нормально, значит, вот. И она так, ну, как-то с таким недоверием слегка, так, ой, а что серьезно, а что действительно, вот. Ну, я посмотрел, посмотрел, потом говорю, ладно, я понял, нужно самому сделать, вот. Подошел, обратился, значит, попросил, и реально это находится. Причем были случаи, когда вот эти потерянные вещи, они находятся вообще в другом месте, то есть, либо просто, вот вы знаете, что вы только что отсюда смотрели, и тут на столе, там, или на полке точно не было этой вещи. И тут вы подходите, смотрите, опа, есть то, что потерял, потеряло, понимаете, вот. Был вообще случай, когда мы на тренинге, значит, там, утренние практики, там, значит, выбежали, там, чуть-чуть сделали пробежечку, там, и там, позанимались, потом вернулись обратно, да, вот, и потерялся мобильный телефон. Опять же, обратились к домогому, и этот мобильный телефон нашелся. Однако, опять же, он нашелся совсем не в том месте, где, собственно говоря, он должен был найтись, да, вот. И, ну, причем, человек принес просто, вот, говорит, я чувствую, меня тянет, прям тянет, иди туда, посмотри. Я подхожу, телефон, о, взял, так, чей телефон, чей телефон? И, значит, тут, а, вот, он же потерялся. Вот, то есть, это действительно работает. Самое главное, чтобы вы это осознавали, что это действительно живое взаимодействие. Ну, да, ну, собственно говоря, понимаете, вот как вы обратитесь, обращайтесь искренне от сердца, понимаете? То есть, обычно говорится там, вот, домовой, домовой, поигрался и отдай, да? А, однако, опять же, ну, кто вам сказал, что он взял это поиграться, да? Вот, это, собственно говоря, не он взял, это вы потеряли. Вот, так что, тут такое дело. Так, я так смотрю, что у меня садится батарея. Нужно, наверное, подключить, а то оно сейчас вырубится. Вот, и я недорассказываю. Сейчас, секундочку, вот, секундочку, я сейчас все-таки подключусь. Так, ну что, много вам рассказала наша милая Ася. Ну, какая довольная, что ей дали право голоса. Так, вот, так, вот таким образом. Итак, соответственно, про домового, да? То есть, тут я бы сказал так, да, что уже не важно, как вы обратитесь, не важно, что вы скажете, скажите от сердца, искренне, как вы это чувствуете, как вы это понимаете, что вот домовой или просто духи дома моего, да, духи дома моего, вот, помогите, да, помогите найти. Или духи дома, место этого, там, где вы находитесь, да. Было часто такое, что там едем мы на тренинг, там, приезжаем, и тут я понимаю, что я забыл полынь взять для ритуала. Боже мой, ну где я возьму полынь, да, я выхожу, смотрю, вообще не видно полыни, там, поле, лес, смотрю, ну, вообще, такие какие-то места, что полынь, ну, не видать, да, как-то не растет. Хожу, хожу, смотрю, и тут просто решаю, значит, обратиться к духам вместо этого, говорю, помогите полынь найти, я вас прошу, вот вам, значит, там, подарочек мой, значит, подарочек, опять же, в первую очередь, из души должен идти, вот этот свет благодарности. Вот, и, соответственно, обратился, буквально я делаю несколько шагов, и раз, опускаю голову, смотрю, и вижу полынь под ногами, понимаете. Вот, это работает, работает просто безотказно, реально. Вот, поэтому пользуйтесь, пользуйтесь, взаимодействуйтесь с миром, да. И, соответственно, был вопрос, как взаимодействовать, если вы переезжаете. То есть, если вы переезжаете, тут два варианта, либо вы приезжаете на новое место, да, когда новое место, его понятно, что его нужно почистить, чтобы очистить от чужого, и начать уже свое делать, да. Ну, если это новостройка, то тут проблем нет, но все равно нужно очистить. Тут вам нужен ритуал очищения помещения, большой ритуал очищения помещения. Вот, соответственно, мне пишите, обращайтесь, я вам высылаю с инструкциями, со всем прочим, 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 вы это, соответственно, делаете уже, там, все конкретно расписано с детальными инструкциями, да. Вот, и тогда вы решаете, либо вы можете забрать вот этого домового, вот эту уже наработанную энергетику, да, можете забрать вместе с собой со старого дома на новый дом, да, или квартиру, там, ну, новое место, короче говоря, да. И в традиции описывается, что там, например, там, ну, брали там, например, лапти, да, ну, в современном мире это что там, может быть, туфель, там, сандаль, все что угодно, да. И говорилось, садись, хозяин, там, значит, поехали, значит, в новый дом, вот. То есть приглашалось, приглашалось этот дух, чтобы этот дух вошел в какую-то вещь, да, и вместе с этой вещью, чтобы он перешел на новое место. Вот, ну, ну, вот таким образом, собственно говоря. То есть, в принципе, здесь ничего сложного нету тоже. Просто вопрос в том, насколько вы заинтересованы, да, во взаимодействии, насколько вы заинтересованы шире видеть, шире понимать мир, вот так скажем, да. Вот. Очищение, опять же, очищение помещения, они начинаются с маленького, да, вот как-то был пост. Я рассказывал, там, ну, самый простой вариант, когда вы ставите просто рядом со спальным местом или просто в комнате на пол вы ставите стакан с водой, с солью и с уксусом. И оно совсем другая энергетика, совсем другой запах даже, вот воздух другой, понимаете. Вот. И люди писали после этого поста, как они сделали, и действительно, там, некоторые люди писали, реально, там, ну, жизнь меняется просто, потому что вы начинаете жить по-другому в другом состоянии, в другой энергетике, понимаете. Ведическая традиция предписывает, когда вы просыпаетесь утром, обязательно нужно принять холодный душ вместе с волосами, вместе с головой, чтобы это смыть с себя все, что за ночь наликло, и, опять же, вместе с этим обрызгать, обрызгать холодной водой спальное место, и, если есть возможность, то протереть пол под спальным местом, вот. То есть, начинаем вот с самых таких простых вещей, их много, понимаете. Их используем, а потом уже, конечно, подключаем, там, раз на некоторое время, подключаем какие-то такие серьезные вещи, да. Вот. Если вы взаимодействуете с пространством, и если вы взаимодействуете с энергетическим, с духовным миром, то для вас не составляет труда, ну, как бы это сказать, знать, что у вас происходит в доме, даже на большом расстоянии, понимаете. Один из вариантов, это, например, вы призываете дух своего рода, вы говорите, приди, мой чур, приди, мой дом без меня тут стереги. Вот, например, так, да. И вы уезжаете, а вы знаете, что дух вашего рода бережет ваш дом. Вот, за этим наблюдает, понимаете. Есть немного более сложные такие моменты взаимодействия, когда вы реально просто вот чувствуете. Просто чувствуете, то есть, вы запускаете, опять же, определенные энергетические такие вот сгустки вокруг дома, и, пребывая даже на большом расстоянии, вы, грубо говоря, как будто, знаете, как будто можете позвонить, как будто по этому, по GPS, связаться с этой сигнализацией своей, да, и конкретно вы чувствуете, что у вас происходит там в доме, все ли нормально там и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом, вы тоже защищали офисы, там, вы уезжаете, и вы пребываете на каком-то расстоянии, несмотря на то, что вы не в офисе, вы знаете, что там происходит, кто пришел, кто не пришел, кто там, и так далее, и так далее, что происходит. Вот так вот. Ну вот, хорошо, значит, видите, какая обширная тема, думал, сейчас раз-раз быстренько вам расскажу вот эту методику. Мою полы каждый день, но не утром. Думал, вот просто вам расскажу эту методику про иглы, вот, и пойду к своим деточкам, да, а, соответственно, тут всплыло еще и про домового, и про духов. Вот, это на самом деле очень интересные такие вопросы, очень такие обширные вопросы. Я не знаю, возможно, даже, ну, тут действительно можно целую книгу и не одну про это писать, да, вот, возможно, и стоит, действительно. Ну, посмотрим, подумаем. Итак, хорошо, на этом, на этом я с вами, так, расскажите, почему деньги нужно давать правой рукой, а забирать левой рукой. Ну, смотрите, обычно, понимаете, как, обычно левая рука у нас принимающая, то есть идет вход через руку, вот. Хотя, опять же, есть свои нюансы. Вот, у меня через левую руку идет выход определенного канала духовного, который работает с определенными вещами. И когда я чувствую, что он активизировался, я понимаю, что в пространстве там происходит что-то там, вот, одно, второе, третье, вот так скажем. Вот. Однако, обычно, в большинстве случаев, вот, все-таки идет прием, да, вдох. Вдох идет через левую руку, а выдох идет через правую руку. Вот. И, соответственно, поэтому рекомендуется правой рукой, да, правой рукой вы отдаете, а левой рукой вы принимаете, вот так скажем, да. Ну, с деньгами очень много связано тоже интересных вещей. И здесь, в первую очередь, опять же, ну, знаете, как заморочки, да. Заморочки, да, нужно вот это, избавляться от всяких ограничивающих утверждений, от всяких страхов и так далее, и так далее, и так далее. Деньги нужно любить, в первую очередь, да. Вот, если уже зашла речь про деньги, я вас спрашиваю, вот вы возьмете купюру, да, вот представьте, что вы держите сейчас денежную купюру в руках. Посмотрите на деньги. Что вы ощущаете, когда смотрите на деньги? Вот это очень интересный вопрос. Я люблю его задавать, потому что, когда я его задаю, я сразу ощущаю очень приятные ощущения. Вот реально, когда я начинаю говорить про деньги, у меня начинает активизироваться, на самом деле, каждая чакра. Вот, как будто мантру говорю, понимаете? Потому что деньги — это воплощение энергии благодарности. Это очень чистая духовная энергия, на самом деле. И если вы открыты для благодарности, да, если вы спокойно принимаете благодарность, спокойно принимаете деньги, то тогда вы, ну, вот начинаем вот с этого, что вы спокойно смотрите на деньги и чувствуете радость, чувствуете наслаждение, чувствуете удовольствие, вот даже когда вы просто смотрите на деньги. Понимаете? Вот это самый простой тест, с него начинаем, скажем так. Вот протестируйте себя, да, и напишите потом мне там в личку или в комментариях, что вот вы спрашивали про деньги, я во время там, когда я смотрю на деньги, я чувствую то-то и то-то, и так далее. Вот, я очень люблю деньги, вот это хорошо. Вот. Когда кто-то говорит, что деньги — это, ну, даже не хочу говорить, какие-то вот негативные вещи, так скажем, одним словом, да, вот, я так сразу, опа, понятно, всё. Вот. Ну, обычно первое, что я говорю, я говорю, ну, люди добрые, вы понимаете, что деньги — это часть Бога. Это тоже часть вселенной, это тоже часть Бога. Соответственно, если вы говорите, что вы не любите что-то, то значит, вы не любите и всё целое, понимаете. Вот. Это проявление не любит Бога, опять же. Нужно любить весь мир, единым целым, всё вместе. Вот. Ладно, а то так и не уйду от вас. Всё. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Жду ваших новых вопросов. Соответственно, буду рад ответить, буду рад, соответственно, кто хочет подробные инструкции по поводу ритуала очищения, пишите. Кто хочет подробные инструкции по поводу методики защиты, пишите. Там, соответственно, тогда заговор, молитвы вышлю. так, как это вот уже так, ну, уже конкретно-конкретно по полочкам. Вот так вот. Хорошо. Ну и, соответственно, сделайте, потом напишите, насколько получилось, как получилось. Вот так. Вот. Хотя, ещё раз говорю, получится, если захотите сделать, получится в любом случае. Всё здесь намного проще. Вот так вот. Всё. Итак, инстаграм, до свидания. Пока-пока. Так. И, фейсбук, тоже до свидания. Всё. До свидания. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok